Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Prius 2000 года выпуска. Двигатель 1.5 бензин, планетарка, передний привод. Пробег на автомобиле 330 тысяч километров. Буквально не так давно меняли задний правый ступичный подшипник. Сейчас загудел передний левый ступичный подшипник. Автомобиль постоянно в эксплуатации, поэтому удивительного ничего нет. Поднимаю автомобиль, снимаю переднее левое колесо. Поднял автомобиль, снял колесо. Начну с того, что откручу гайку привода. Головка на 32. Так, не хочет пистолетом. Фиксирую тормозной диск. Так, пошла. Привод ходит, все хорошо. Откручиваю рулевой наконечник. Здесь снимаю стопор. Шплинт. Немножко щеткой грязь собью. Головка на 17. Беру съемник. Надеваю съемник. Другой возьму. С большим зелом, чтобы пыльник не повредить. Беру. Шплинт. Шплинт. . Это неправильно поставил. Наконечник живой, тяга живая. Откручиваю датчик АБС, головочка на 10. Снимаю, вытаскиваю, датчик хорошо, как вышел, замечательно. Убираю его в сторону. Щетки по металлу, оба болтика зачищу резьбу. Вроде бы вот эта ерунда по чистке резьбы, она в большинстве своем сохраняет резьбу, поэтому лишним она не будет. Головка на 19. Один и второй болт. Японцы красавчики. Столько лет откручиваются. Люблю японцев. Откручиваю суппорт. Здесь два болта, головка на 17 и подвешиваю его. Запружину приготовлю. Один и второй болт. Суппорт подвесил, снимаю тормозной диск. Остается снизу открутить шаровую. Шаровую я отстукивать не буду. Просто откручиваю две гайки и один болт. А потом уже сниму шаровую. А может и снимать не буду. Вместе с ней заменю. Головка на 17 и гайки. Головка на 17 и гайки. Вытаскиваю болты. Один. Второй. Выталкиваю привод. Снимаю шаровую. Наступица. Звуки ансамбе. Звуки ансамбе. Она же как бы подклинивает. Просто высохло. Время. Нет у меня пока подходящего диаметра, чтобы ступица прошла. Поэтому старым методом. Снимаю. Рабочими головками. На 30. 1. Звуки ансамбе. Снимаю. Попробуем. Уже менялся. Уже кто-то его здесь окультурил маленько. Беру ступицу, беру съемник. Ставлю упор. И вперед. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, болгарка присутствует. Подшипник уже не родной. Здесь сидит. Вот, значит, подшипник инструментов. Раньше мы все так и делали. Путем зудилы, болгарки. Сейчас успокоится компрессор. Компрессор успокоился. Снимаю стопорное кольцо. Здесь зачищаю. Чего-то выдышка. Немножко стопор отстукиваю. Все, начал крутиться. Сжимаю. И поддеваю. Стопор зачищу. Сейчас подбираю подходящую оправочку. И выпрессовываю подшипник в внутреннюю сторону. Его можно как выпрессовать, так можно и выбить. Отсюда. Ну, я его выпрессу. Дальше все действие будет в прессе. Сюда подходящего диаметра поставил, чтобы подшипник через нее прошел. Выставляю. Обязательно. Продолжение следует. Продолжение следует. Рецепт. Смешки. Рецепт. 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 Греблок. Рецепт. Немножко не хватило высоты, дальше поможет кувалда. Подшипник просто уперся, но здесь он практически уже полностью вышел, один легкий удар. Даже здесь пошумлю. Зачищаю посадочное под стопор, также чищу сразу стопор. Продуваю и все чистенько. Можно запрессовывать новый подшипник. Устанавливаю силиконовой смазкой брызги. Беру новый подшипник. Новый подшипник фирмы НСК заказал ZA40BWD12FCA88. Вот идет подшипник Майден Джапан. Здесь как его устанавливать разницы нет, также его смажем. Беру старый подшипник, устанавливаю и через старый подшипник запрессовываю. Хороший характерный звук. Вот что подшипник сел, устанавливаю стопорное кольцо на место. Кольцо я тоже почистил. Перепроверяю, чтобы кольцо село. Да, кольцо село. Ну, можно еще его для уверенности простукать. Не сильно сбоку. О, видно, оно еще подсаживается. Поэтому лишним проверить не будет. А вот теперь точно на месте. Беру, устанавливаю ступицу. О, пониже, по центру поставил нормально. Заравниваем по центрам и запрессовываем. Чем advice. Поехать. Берем. Чемпионате. Беру, просто беру. Элик. Беру. 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 Бeler. Беру. 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 никакого постороннего звука и крутится мягенько стопорное кольцо на месте подшипник на месте ступица на месте шаровую опору даже снимать не пришлось кстати шаровая опора живая идем устанавливаем на автомобиль все резьбы болты сразу смазал все позже потом не маски устанавливаем на место привод и шаровую опору сразу наживляю гайку привода наживляю болты гайки шаровой опоры все это потом буду затягивать вставляю на место болты цапфы как как вот японцев не любить тех годов настолько ремонтно пригодны я их все равно люблю ставлю на место тормозной диск ставлю наживляю суппорт суппорт не тяжел поэтому я тормозной диск гайка не прикручивал колесный также сразу прикручиваю датчик abs возвращая его на место и 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 здесь диаметр нормальный поэтому я даже его и не смазываю он легко входит смазка здесь будет лишней это сейчас современные делают настолько плотно что они там закисают и потом проблема их вытащить ставлю на место рулевой наконечник и все притягиваю а потом уже протягиваю эти болты я протяну, показывать не буду а гайку уже затяну в конце а я получается даже по старой метке пистолетом нормально затянул поэтому дальше я тянуть все равно проверю дотянул ну а теперь остается мне поставить шплинт на рулевой наконечник шплинт я поправил беру его, устанавливаю и подгибаю перепроверяю такие моменты как затяжку суппорт я затянул стойку я затянул шаровую опору снизу затянул гайку привода затянул датчик АБС прикрутил и рулевой наконечник затянул устанавливаю на место колесо и на этом замену подшипника ступицы я закончил всего вам доброго